После того, как к нам пришла Россия, у нас провелась кровь между осетинами и ингушами, провелась кровь между грузинами, абхазами, грузинами, осетинами. Были заложены вот эти вот очаги между дагестанцами и чеченцами. Как относишься к Руслану Курбанову и его заувалированным? Кстати, я видел рассуждение Руслана Курбанова по поводу возможного поражения, вообще по поводу событий в Украине. Руслан Курбанов говорит, что возможны три сценария. Первый сценарий это победа России в Украине. Второй сценарий это, значит, какую-то часть Россия берет под контроль, но Украина как государство сохраняется со своим центром в Киеве, со своими политическими, в общем, со своим руководством и так далее. То есть, частичная такая победа России. И третий сценарий это полное поражение России. И вот Курбанов говорит, что, а, он рассуждает о том, что для мусульман якобы выгодно, какой из этих сценарий выгоден для мусульман. И приходит к выводу, что поражение России в этой войне приведет к неминуемому развалу России как государства. А развал России приведет к правопролитным войнам на Кавказе среди братских народов. Поэтому делает вывод Курбанов, что мусульманам невыгодно, чтобы Россия проиграла в этой войне. И чтобы она выиграла ему, он говорит, что якобы тоже невыгодно, потому что тогда мусульмане Украины попадут под действие закона в России, а это будет плохо для украинских мусульман. Идеальный вариант, якобы, с точки зрения Курбанова, это если будет частичная победа России, но Украина сохранится как государство. Но сказать, что это поразительные рассуждения, это, наверное, ничего не сказать. Мне, конечно, меня тошнит просто, блевать мне хочется от того, что кавказец так рассуждает. Конечно, это очень неприятно. Но после того, как среди моего народа появились такие, как Кадыров, то меня, конечно, не удивляет, что среди кавказцев есть и такие мнения. Переживания по поводу возможного пролития крови братских народов на Кавказе. Конечно, опасность, она существует, она всегда была и будет. Но надо понимать, что у нас есть как бы история, и кавказские народы никогда в истории не воевали друг с другом, не проливали кровь друг в друга, пока к нам не пришла Россия. Вот это вот стопроцентный факт. То есть я, то, о чем говорит Курбанов, это его гипотетическое представление, он это допускает, то есть его точки зрения так будет. Он говорит о том, что он не знает, то есть это его предположение, но не знание. А я говорю о знании, то есть то, что мы не проливали, это знание, это факт. И то, что мы стали проливать на Кавказе кровь друг друга, и вообще у нас появились какие-то претензии друг к другу на Кавказе, что это все появилось только с приходом России, это тоже факт. И вот против фактов противопоставить свое гипотетическое предположение, ну это так себе идея. А возможно ли, что там пролитие крови? Конечно возможно, все возможно. Если мы окажемся дураками, если мы не сможем без этого, без пролития крови решить свои вопросы. Более того, если мы не сможем объединиться, если среди нас не найдутся элиты, которые объединят наши народы, наши государства, объединят нас в союз. Если мы к этому не придем, ну тогда грош нам цена, значит такова наша судьба, тогда надо проливать кровь. Но я могу одно сказать однозначно, любой расклад на Кавказе без России, даже пролитие крови на Кавказе, но с условием, что там нет России, это для нас лучше, чем Кавказ под оккупацией России. Вот это 100%. Поэтому, конечно, опасения Руслана Курбанова, они абсолютно не заслуживают какого-либо внимания. Мы должны беспокоиться не об этом. Конечно, это тоже нас должно беспокоить. Конечно, я почему-то убежден, что мы обязаны просто преодолеть все вопросы, которые между нами есть. Нам никуда друг от друга не деться. И друг без друга мы слабее, гораздо слабее. Если же мы будем вместе, то мы будем сильнее, мы должны это осознавать. И у нас всегда находились умные люди, находились вот эти вот элиты, которые преодолевали все эти возможные моменты с кровопролитием до того, как к нам пришла Россия. Подчеркиваю. После того, как к нам пришла Россия, у нас провелась кровь между осетинами и ингушами. Провелась кровь между грузинами, абхазами, грузинами, осетинами. Были заложены вот эти вот очаги между дагестанцами и чеченцами. То есть, вот эти вот моменты, они появились именно когда пришла Россия. И они не уйдут, пока от нас не уйдет Россия. Решение этих проблем – это уход от России. Мы никогда не преодолеем все это, пока у нас будет выгодополучатель из этих конфликтов, из этой напряженности. А выгодополучатель – это у нас только Кремль. Ему это выгодно, потому что всегда будут такие, как Руслан Курбанов, которые будут считать, что без Кремля мы прольем кровь друг друга. Что это вот Кремль у нас, арбитр, это он сдерживает нас от того, чтобы мы не пролили кровь. Но как же мы жили без него? Как это было возможно? Мы не просто жили, мы даже свое единое государство создали. Унитарное. Имамат Чечни и Дагестана. Мы вместе сражались против этой России. Как это возможно? Мы не проливали кровь друг друга. Поэтому, если нам предстоит пролить кровь друг друга ради свободы, значит, мы должны эту кровь пролить. И это благо для нас, чем российская оккупация, чем жить в рабстве у России, не проливая, не пролив эту кровь. Хотя эту кровь все равно проливаем. Эту кровь наши народы проливают во благо России, во имя России сегодня. Сегодня, как пушечное мясо отправляют этих кавказских ребят в Украину. Ради кого они там проливают эту кровь? Эти трупы, этот груз 200, который идет обратно в наши кавказские республики. Ради кого эти жизни отданы? Эти жизни отданы ради Путина. Ради унитаза Путина. Ради рабства у России отданы эти жизни. И если эти жизни будут отданы ради нашей свободы, то это благо для нас. Лучше мы отдадим жизни, но будем жить в свободных государствах, будучи близки друг к другу. Поэтому, короче, не слушайте этих людей. Редактор субтитров А.Семкин